Но тем временем в Киеве объявили о том, что не будут платить за российский газ по новой цене, объявленной после присоединения Крыма к России. Там считают полуостров своей территорией, потому не видят оснований для отмены скидки, предоставленной в свое время за базирование Черноморского флота. Газета Коммерсант сегодня пишет, что газовый конфликт может закончиться так же печально, как в 2009 году. Тогда, напомню, Европа фактически замерзала без российского газа, поскольку именно российский газ с транзитом через Украину поступает в европейские страны. Вариант с отключением газа для Украины, а как следствие и для Европы, возможно, будет обсуждать Владимир Путин на совещании с правительством Дмитрия Медведева. Этого в интервью к Коммерсанту не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Петр Рузавин следит за тем, не перекроют ли газовый вентиль. Петя. Юлия Тихоновна, здравствуйте. Собственно, вариантов того, какие могут быть приняты решения на этом экстренном совещании с Владимиром Путиным, несколько. Они в газете Коммерсант рассказали собственные источники в правительстве. Например, немедленное прекращение поставок газа в Украину или пристепенное закрытие этих поставок, как вариант, переход с 1 мая на авансовую систему оплаты газом. Как вчера сообщили в Газпроме, нафтогаз Украины не перечислил деньги за март. И с учетом этого общий долг составляет уже 2 миллиарда 200 миллионов долларов. При этом сегодня министр энергетики Украины Юрий Продон заявил, что Украина приостанавливает закачку российского газа, так как не согласна платить высокую цену, которую установила Москва. С 1 апреля она выросла с 268,5 долларов за тысячу кубометров до 485, так как Россия в одностороннем порядке аннулировала Харьковское соглашение 2010 года с формулировкой, что раз Черноморский флот базируется на российской территории, то есть в Крыму, то и скидка на газ должна быть отменена. По понятным причинам Украина с этим не согласна, как и с новой ценой, но при этом Продон утверждает, что обязательства по поставкам в Европу Украина выполняет. В связи с возможным прекращением поставок в Украину, которое сегодня может принять Путин, все вспомнили, когда действительно зимой 2009-го, две недели Европа не получала газ из-за разногласий между Россией и Украиной. Директор фонда национально-энергетической безопасности Константин Симонов говорит, что для Украины сейчас отключение не очень страшное, так как сейчас не зима, а в хранилищах достаточно запасов, однако психологический эффект в частности для Европы это будет иметь очень большой. На период второй третьего квартала там приходится минимальный спрос на российский газ, и в этом плане Украина вполне может обойтись без российского газа, особенно если учесть, что у нее сейчас в хранилищах 7-8 миллиардов кубов газа, а ей нужно будет до октября в лучшем случае 3,5 миллиарда кубов. Вот если сейчас Россия примет решение о прекращении поставок газа на Украину, с точки зрения поставок в Европу и вообще с точки зрения газового бизнеса мир не перевернется, как это было в январе 2009 года, но с точки зрения имиджа, восприятия этой истории на Западе, это будет, конечно, очень серьезная драма, и разъяснять всем европейцам, что вообще-то вы не волнуетесь, что сейчас апрель и поставки газа не такие большие, это сложная история, там начнется, конечно, истерика. При этом Симонов считает, что скорее всего пойдут по сценарию введения авансовой системы оплаты для нафтогаза Украины. Но при этом ни Аркадия Дворковича, вице-премьера по энергетике, ни главы «Газпрома» Алексея Миллера, судя по всему, на встрече с Путиным не будет. Они уехали в Пекин договариваться о поставках газа в Китай. Как сообщает «Бизнес.ФМ», это уже итоговый раунд переговоров, которые длились 5 лет, решено уже все, кроме цены. Ну, планируется, что Путин подпишет этот договор о поставках в Китай 20 мая. Однако, например, Симонов не считает, что азиатский рынок в ближайшее время может заменить европейский, где нет ни инфраструктуры, ни желания Москвы, ни возможности Европы отказаться в ближайшем будущем от российского газа. Юлия Тихон. Спасибо, Петя. Это был Петр Рузавин о газовом конфликте между Россией и Белоруссией.